Девушки отдыхают Здравствуйте! В эфире канала «Новый век» выпуск новостей в студии Анастасия Маслова. Сегодня стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. В этот период ЕГЭ будут сдавать около тысячи человек. Это выпускники прошлых лет, средних профессиональных учреждений и ребята, не получившие аттестат в прошлом году. Экзамен будет проходить на базе нескольких образовательных учреждений Кызылы в гимназиях номер 5 и 9, в 15-м лице и во второй школе. В последней сегодня работала наша съемочная группа. Вход строго по пропускам, ничего лишнего, кроме ручек. Сегодня на базе второй школы Кызылы стартовал первый этап единого госэкзамена по географии и информатике для выпускников прошлых лет. Желающих повторно сдать экзамен более тысячи. У нас зарегистрировано более тысячи участников, готово 4 пункта. Досрочный период продлится с 23 марта по 14 апреля. Для сдачи географии и информатики было зарегистрировано около 100 человек, подготовлено 7 аудиторий. За тем, что в них происходит, следят камеры видеофиксации. Помимо технического контроля во время экзамена присутствуют общественные наблюдатели, которые проверяют качество проведения итоговой аттестации. Находимся на процедуре проведения географии для обеспечения правильности проведения и прозрачности. Министр образования и науки Республики Татьяна Санча в свою очередь отметила, что такое количество желающих пересдать экзамены говорит о дальновидности, так как каждый из них собирается поступать в высшие учебные заведения. Всем им она пожелала удачи. Дорогие выпускники нашей Республики, нынешние и прошлых лет, для них сегодня первый экзамен. Я хочу вам всем пожелать удачи, показать все то, чему вас научили ваши дорогие учителя. Технический сбой в ходе экзамена не зафиксировано. ЕГЭ прошел без нарушений в штатном режиме. Напомню, что согласно единому расписанию, досрочная волна ЕГЭ во всех субъектах страны в этом году проходит с 23 марта по 14 апреля. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений отметила положительную динамику снижения задолженности по заработной плате в ТУВЕ. Основными факторами последних изменений стали приняты правительством Республики меры по постоянному контролю за состоянием задолженности по зарплате. Еженедельно проводится анализ в каждой проблемной подмедовственной организации. Благодаря этому удалось снизить размер задолженности почти в пять раз. По оперативным данным органов исполнителя власти и органов местного самоуправления Республики, на последнюю декаду марта долг перед работниками по заработной плате имеют 8 предприятий. В связи с недостатком собственных средств они выплачивают задолженность по мере поступления финансовых средств в соответствии с планами и графиками. И о курсах валют. Доллар стоит 57,63 рубля, а евро 62,26 рубля. Весной КЗЛ начал преображаться. Сейчас полным ходом идет опилка деревьев. Работы с сотрудниками муниципально-унитарного предприятия благоустройства ведутся в соответствии с графиком. В этом месяце они должны закончить опилку деревьев на улице Комсомольской. Это участок от улицы Дружба до улицы Красных Партизан. Также работы будут производиться на улице Кочетова, улице Бухтуева и преображение ждет молодежный сквер. Выбранное время до соковыделения деревьев с целью того, чтобы произвести глубокую обрезку. То есть 6 метров высотой обрезаем ровно. В дальнейшем деревья распускаются и принимают такую шарообразную форму. То есть в результате формовочной обрезки. Далее реклама. Вернемся в эфир через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Бакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Город окон в Кызыле. Прочные теплые окна и надежные стальные двери по доступной цене. Аюна Курседи 54. Телефон 8 929 314 0303. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Салют победа. В Кызыле стартовал заключительный этап республиканского фестиваля детско-юношеского творчества. В этом году он 15-й по счету. Фестиваль посвящен победе в Великой Отечественной войне. Проходит он под девизом «Мы наследники победы». Фестиваль проходит в три этапа. Сегодня заключительный. Лучшие исполнители собрались в филармонии. В программе театрализованные представления и хоровое пение. Жюри будет оценивать выступающих по нескольким критериям. Конечно же, само исполнение, костюмирование, подача и оформление номера. Заключительный этап будет проходить два дня. Лучших выберут в нескольких номинациях. Победители получат дипломы и ценные призы от регионального министерства образования и науки. Правила безопасности. Сотрудники мэрии Кызыла и агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций работали в районе левобережных дач. Эта территория находится в зоне подтопления. Что нужно делать, если это произойдет и как вести себя во время подтопления, рассказывали местным жителям. На случай ЧАЭС им раздавали специальные памятки, в которых все подробно описано. Также в них была информация по безопасности на льдом. Ведь сейчас один неосторожный шаг и можно легко оказаться в ледяной воде. Помимо этого, жители левобережных дач интересовало строительство дамбовых в районе. Представители мэрии прокомментировали данный вопрос. В настоящее время исполнительный орган власти, который курирует данный вопрос, это Министерство природных ресурсов и экологии, разработана проектная смертная документация на строительство дамбы. И в настоящее время в ней проходит экспертиза. В случае получения положительной экспертизы, то вопрос строительства дамбы будет решаться на следующем году. Благодаря этим людям мы каждый день знаем, какая погода нас ждет. И это лишь небольшая часть их работы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. В Туве датой начала наблюдения считается октябрь 1943 года. Сегодня региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды включает в себя 10 метеостанций, 12 метеорологических и 20 водомерных постов, 3 стационарных поста наблюдения за загрязнением воздуха. Без информации, которую предоставляют сотрудники центра, не обойтись. С праздником их поздравила наша съемочная группа. На сегодняшний день, чтобы прогноз погоды в Туве был как можно более точным, на территории региона работают 10 метеостанций и 2 поста. Кроме того, в помощь метеорологам работают и аэрозонды. Их запускают два раза в сутки. С их помощью метеорологи также снимают необходимые показания. Температура, скорость и направление ветра, влажность и атмосферное давление. Стоит прибор и записывает он скорость ветра, направление, температуру. И используются эти данные как для авиации, так и для прогнозов. Специалисты метеостанции при помощи приборов снимают показания, кодируют их, а потом передают в гидрометеорологический центр, где результаты анализируются не только в рамках своей территории, но и исходя из погодных тенденций всего гидрометеорологического узла, а то и всего полушария. Кроме того, отдел синоптиков по спутниковым снимкам определяет облачность на территории республики. Снимок со спутника, который дает нам фактическую погоду. То есть, что погода? Это облачность. В каком районе какая облачность? Тыван находится в ясной погоде, облаков здесь нет. Антонина Вендерлых считает, что профессия метеоролога, во-первых, очень творческая, потому что каждый день погода препоносит что-то новенькое, и надо постоянно держать руку на пульсе. Во-вторых, очень ответственная, особенно в зимнее время года, когда температура воздуха снижается до минус 40 градусов. И в-третьих, работа по-своему трудная. Наблюдения ведутся в сложных климатических условиях. График круглосуточный без праздников и выходных. Составляются сроки, сутки, недели, месяцы, и так круглосуточная служба и работает. На протяжении нескольких десятков лет гидрометслужба в Туве обеспечивает население точной и полной информацией о климатических условиях в республике. Обновляются оборудования и приборы, повышается квалификация специалистов. Ведь от их работы зависит многое, особенно в паводковые и пожароопасные периоды, когда от информации о погодных явлениях зависит жизнь населения. Анастасия Масловича, Санбугай, РС Хвалы, телекомпания «Новый век». Мы еще раз поздравляем тувинских метеорологов с праздником, желаем им точных прогнозов и успехов в их важной работе. Ну а сейчас непосредственно о погоде. Завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 11, минус 16, днем минус 2, плюс 3. Ветер 1,2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. На этом все. Далее в эфире программа «Услышать каждого». Выпуск новостей же вы всегда найдете на нашем YouTube-канале Тувинской единой службы информации. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин